История Золотой Арты История Золотой Арты История Золотой Арты Это история могучего великого государства, которое возникло в средние века на территории нашей страны. Оно ничем не отличалось от государств европейских, где германские империи завоевывали Италию, а итальянцы на протяжении столетий были подданными германского императора, например, но все равно оставались итальянцами. Ничем не отличается от истории Франции, где галлы были завоеваны германским племенем франков, который дал им имя. Это были нормальные феодальные ситуации средневековья. Да, сначала была война, сначала было завоевание, потом завоеватели заняли свою нишу управленческую, потом завоеванные вследствие того, что им не надо было воевать, развили промышленные буржуазные отношения в городах, начав опережать завоевателей, которые сконцентрировались только на политической структуре. Потом происходит как бы распад государства, но история Золотой Орды – это история России. Она неотделима от истории России. Законы Золотой Орды, Улусы, ИСАК, Ханы, назначение ярлыков. Знать, русская знать происходит в основном от Золотой Орды. И игнорируйте это, это просто абсурдно. Это вот взаимный культурный обмен, в том числе не просто на уровне этнографии, а на уровне философии, богословия, истории, видения и истории. Это крайне важная задача. Допустим, историю Татарстана в Москве купить невозможно практически. Я заказываю друзьям, мне из Казани привозят. Это прекрасная, по-моему, двухтомник такой, зеленый двухтомник, великолепная книга, она у меня дома, но я не мог ее купить в Москве. Как и нельзя купить в Москве исторические взгляды на историю многих других народов нашей страны. Мне представляется, что у нас еще не початый край просто работы в плане развития федерализма и международных отношений.